Казанский федеральный университет закупил 5 аппаратов искусственной вентиляции легких и передал их университетской клинике. 14 сентября прошла церемония передачи клиники новейшего жизненно необходимого оборудования. Его вручал ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Совершенно новый. Сертификация получена на них в 2020 году, только, думаю, в июле месяце. Поэтому и очень долго мы договаривались с весны. Наконец-то привезли. Наверное, сегодня-завтра инженеры придут в компанию и вам уже позволят открыть и передадут к использованию. Один из аппаратов ИВЛ было принято решение направить в акушерское отделение КФУ. В общей сложности медико-санитарной части КФУ было передано 5 ИВЛ на сумму 10 миллионов 430 тысяч рублей. Сегодня многие обсуждают, будет вторая волна, не будет второй волны, но и сегодняшняя ситуация, она, к сожалению, не очень простая. И больницы наши должны быть готовы для того, чтобы достойно ответить на те вызовы, которые, к сожалению, спонтанно или ожидаемо появляются в нашей жизни. Аппараты нового поколения позволят лечить не только взрослых, но и даже новорожденных деток, что существенно облегчит жизнь врачам. Это современнейшие аппараты, в России их практически нет, это единичные экземплярные территории России, это более 20 различных параметров. Это работа на одном и том же аппарате и на маске, и на эндотрахиальной трубке, это и подогрев, это и охлаждение, это различные потоки, различные возможности. И самое главное, что аппарат совершенно четко может работать в очень большом диапазоне веса пациента, без какого риска для легких пациентов. Также ректор КФУ Льшат Гафоров отметил, что к концу октября месяца клиника получит компьютерный томограф. Кристина Надершина, Ленардо Вильтьяров, Универный Ньюс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова